fanpay.ru, биржа золота Блэс и других MMORPG. Покупайте у игроков без посредников, ссылка в описании. Ну после этого, то патчи, все точно будет хорошо. Я уверен, все еще наладится. О, старина, ты до сих пор ждешь. Можно мне с тобой подождать? Всем привет, дорогие друзья. С вами Дэвид Джонс и это 11 выпуск отчета о ходе русской локализации Блэс Онлайн. В прошлом выпуске я рассказывал вам о большом обновлении, которое поставили на все сервера. Блин, поставили, наверное, громко сказано будет. Так как после такого количества ошибок и недоработок, конечно же, ожидался патч со скорейшими фиксами появившихся проблем. Но даже в этом патче не обошлось без косяков. Но обо всем по порядку. Будет устранена ошибка, которая привела к изъятию коробок за новогодний ивент участия игроков. Коробки будут возвращены. Ну типа теперь даже и придраться не к чему. Обещали же, что коробки останутся у игроков. И таки сдержали свое обещание. Коробки будут добавлены во временное хранилище сроком на 7 дней. После изъятия из хранилища у игрока будет ровно 24 часа на открытие коробки. В противном случае она автоматически исчезнет из инвентаря. Уже как бы и все равно на то, что их обещали не забирать вовсе. Хорошо, хоть дали неделю на открытие. Правда, учитывая скорость работы 101XP и их технической поддержки, фраза «выдача займет у нас некоторое время» может получить неприятный поворот у игроков. Нет, серьезно, из жалоб, которые оставляют игроки на форуме касательно того, как работает поддержка этой компании, можно реально составлять отдельные выпуски. Я просто как-то не затрагивал эту тему в предыдущих видеороликах. Кстати, странно, почему я этого не делал. Так вот, у кого-то взломали персонажа, у кого-то вещи пропали с аукциона, у кого-то не работает игра. Большинство игроков с проблемами подобного рода просто игнорятся по нескольку месяцев. Только можно повторять эту лживую информацию о блестящей и регулярной работе техподдержки. Ваши специалисты считают, что они вернули мне недостающие люмины, только вот их нигде не появилось. А в мой тикет не заглядывали уже больше месяца. Я понимаю, что от них зимой не допросишься, но я напишу только мои проблемы в игре. Обворовывание моего персонажа и полмесяца молчания техподдержки и всех работников 101XP. Блин, серьезно, это можно в каждой теме найти. Игроки от безвыходности положения пишут о своих проблемах везде, где только можно, потому что техподдержка нужна для галочки. Интересно, там вообще кто-то работает? Дорогие КМ-ы, почему не было дополнительно оповещено в патч-ноте об изменении рейтинга? Почему запустили аукцион без исправления ошибок? Когда это прекратится? Никогда! 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 Прекратится это тогда, когда мы начнем получать от разработчика подробнейшую информацию о готовящихся изменениях. И когда они, наконец, предоставят патч, улучшающий оптимизацию. Ааа, так это опять корейцы во всем виноваты. Корейцы, блин. Корияки, конечно. Мне, кстати, интересно, а корейцы вообще в курсе, что локализатор во всех грехах обновлений и работоспособности серверов их винит? Блин, слушайте, а как интересно весь надюпанный в первые дни старта шмот поживает? Его уже изъяли у игроков? Данный вопрос вам нужно решать только с поддержкой. Я понимаю, что вам хочется поделиться своей проблемой, но на форуме вам не смогут помочь. Ах, ты ж хитрый, блин, знает, куда послать. Но то, что я вам уже нарассказывал, ни в какое сравнение не идет с тем, о чем речь пойдет дальше. Мне нехило от этого припекло. После обновления игры 19 января все игроки стали жаловаться на то, что боссы в данжах стали 50 уровня и непомерно сильны. Об этом я вам рассказывал в предыдущем выпуске. Так вот, в итоге эту информацию, по словам 101XP, передали корейцам. И те, в свою очередь, ответили, что все отлично, и они не могли в этом плане ошибиться. Мол, типа, это так и должно быть, короче. Если вы уверены в том, что данж значительно сильнее, чем на корейской версии, запишите подробное видео с корейских серверов с прохода этого подземелья на указанном уровне сложности. То есть, видео должно быть свежим, на нем должно быть четко и ясно видна дата прохождения. Должно быть видно, что вы проходите именно в хард данного данжа. В противном случае мы не сможем им доказать ошибку. Так, стоп. Пожалуйста, вдумайтесь в то, что я только что прочитал. То есть, игроки, игроки, те, для кого вы, по сути, работаете, и на деньги которых вы получаете свои зарплаты. Так как я сомневаюсь, что у вас на серверах остались люди, которые, не вкинув деньги, продолжают играть после стольких фейлов. Должны пойти и установить корейский клиент, сделать за вас всю работу по тестированию данных аспектов игры. Вы че, ебанутые, что ли? Ха? Прислать вам материал, который будет подтверждать их слова, чтобы корейцы соизволили поверить в то, что допустили ошибку при обновлении? Соизволили поверить в то, что игрокам некомфортно играть. То есть, при условии, что у вас прямой контакт с корейским разработчиком, есть доступ к администрированию проекта и свои тестировочные серверы, за вас должны сделать все игроки. На корейских серверах. Одним словом, трэш. Можно еще сказать, ужас, хамство. Причем некоторые прям реально согласились им помочь, начали кидать видеоролики. Насколько я знаю, гильдия бандиты записала видеоролик, этот видеоролик сейчас отправили корейским разработчикам на рассмотрение. Господи, остановите эту землю, я просто сойду, что вообще происходит? Мы можем сколько угодно припираться на эту тему, и вы можете сколько угодно мне тыкать или как-то иначе высказывать свое пренебрежение, но явно видно, что у вас нет опыта работы с официальными компаниями, и нет понимания, чем доказательство, факт, отличается от домыслов. У них с разработчиками игра сгибается от того, что с нее сваливают все, кому не лень, а они в позу встают и требуют доказывать игроков факт того, что им некомфортно. Кстати, в игре есть такой сет, я особо в игре, как вы знаете, уже не разбираюсь, но есть такой сет, он называется сет волны. Шмот такой, короче, типа я шарю. А с новым обновлением руны в игру добавили. Ну и вот у Барсика на форуме конкретно спрашивают, можно ли будет эти руны после обновления синтезировать с этим сетом. А он такой говорит, ну как бы да, можно, изи. Ну а оказалось, что нельзя, говорить как у всех полыхнуло, не приходится. На ёбчики, блядь! На ёбчики! А впрочем, как будто я вам Америку открыл касательно того, насколько компетентны КМ и модераторы в подобных вопросах. Мне, кстати, вот этот момент очень понравился в обновлении, важная тема, я считаю. Кнопка удаления персонажа в лобби стала крупнее. Это просто охуенно. Заведи себе личного Барсика. На Барс. Таким заголовком локализаторы снова анонсировали добавление нового донатного сундука за 300 рублей. Кстати, питомец из этого сундука дает плюс 2 к магической защите и 7 к физической. Это же Барс. А Барсик тем временем планирует встретиться с игроками в Москве, чтобы пообщаться на тему локализации. Друзья, как вы смотрите на то, чтобы встретиться в Москве в уютном заведении и обсудить текущую ситуацию по игре? А также будущие планы по развитию Блэс в России? Вы сможете лично пообщаться с администрацией и получить ответы на ваши вопросы без официальной цензуры. Мы вам расскажем, как идет работа над игрой, какие трудности и непредвиденные обстоятельства случаются. В общем, просто побеседуем в спокойной и приятной обстановке. Вот уж действительно бесстрашный и оптимистичный человек. После такой локализации только собираться и обсуждать все в неформальной обстановочке. Блин, было бы весело тогда сходить и заснять на камеру, но, увы, меня уже знают и вряд ли пустят на эту тусовку. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте ставить пальцы вверх или пальцы вниз, если вам понравился или не понравился видеоролик. Палец вверх, палец вниз. Я в конце видео каждого делаю всякие пасхальные смешные вставки, поэтому не выключайте видео. Вдруг-то кто-то не знал? Они там есть в каждом ролике по пасхалочке в конце. На канал подпишитесь. Не забывайте делиться с гильдийцами, друзьями и товарищами, чтобы все знали о том, как происходит локализация Блэс. Обязательно отпишите в комментариях, что вы думаете о сложившейся ситуации. Забегайте ко мне на стримы на вот эту вот ссылочку. Если у вас есть котик, пожалуйста, поглотите его. Счастья, здоровья вам. С вами был Дэвид Джонс, пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА